ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Когда исполнил эту песню в Артеке, публика аплодировала стоя. Рассказывает руководитель ансамбля Александр Алавердян. Тогда из Крыма ребята привезли первое место и звание лауреата фестиваля Содружества Артек. По словам Александра Алавердяна, сейчас и в Абхазии, когда он встречают гораздо теплее, чем это было 4 года назад, когда группа только начинала завоевывать зрителя. Раньше мы немножко были, как говорится, не в формате, потому что было очень принято под фонограммы выступать. Мы вечно со своими проводами, со своими гитарами всем мешали. Наконец, после того, как уже какое-то признание пришло, уже спокойно дают нам залы, уже народ собирается, народ рад нашим выступлениям, нашему присутствию в их жизни. Все нормально идет, все планомерно развивается. Каданс, как рассказывают сами артисты, дал возможность превратить хобби в серьезное занятие. Кроме того, по словам юных музыкантов, в ансамбле они растут не только профессионально, но и ментально. Общее развитие, я развиваю свой кругозор и вообще полностью себя развиваю. Также мне нравится то, что у меня появилось очень много друзей из-за как бы каданса. Как рассказывают артисты, со своим руководителем они обсуждают абсолютно все. Решения коллектив принимает совместно. Подбирают песни для концертов. Ребята имеют возможность попробовать себя в совершенно разных амплуа. Например, Анастасия Алферова и вокалисты ударной группы. По словам девочки, она получает одинаковое удовольствие и у микрофона, и за ударной установкой. Я не столько считаю то, что барабаны – это второй план, это скорее всего сердце. Потому что гитара – это всегда сопровождение, а барабан всегда дают ритм, темп, ну, как я и сказала, сердце. И мне это очень понравилось. В кадансе бывает меняется состав. Музыканты растут и зачастую предпочитают музыке другие сферы деятельности. Для многих это просто жизненный этап, который дает мастерство, дружбу и признание. Музыканты ансамбля не исключают возможность завершения своей музыкальной карьеры в подростковом возрасте. В будущем я, конечно, наверное, не буду заниматься. Ну, я буду заниматься музыкой, но все равно. Я буду получать, ну, как бы не музыкальное образование, но все-таки буду заниматься музыкой. Не буду бросать. По словам руководителя ансамбля Александра Алавердиана, это нормально. Цель каданса прежде всего воспитывать хороших людей, достойных членов общества, а уже потом качественных музыкантов. Но поддержка артистам необходима в любом случае. Мы можем, конечно, творить чудеса. Мы можем на очень высокий уровень подниматься. Но мы все очень надеемся, и я, и особенно дети, что придет тот период в нашей жизни, в жизни Абхазии, когда в нашу сторону начнут все смотреть. Речь не о кадансе, речь о всех педагогах и детях, которые занимаются творчеством. Сейчас каданс активно поддерживает компанию «Аквафон». С 2016 года первый мобильный оператор Абхазии не пропускает ни одного выступления ансамбля и часто приглашает на свои мероприятия. Как известно, компания «Аквафон» поддерживает различного рода мероприятия и также людей отдельных, а также музыкальные группы, как, например, каданс. Нам очень важно поддерживать талантливых людей Абхазии, особенно молодежи. В кадансе собрались дети, которые умеют и играть на инструментах, и петь. И мы считаем, что поддержка вот именно таких людей, таких музыкальных групп особенно необходима. Публика не просто тепло встречает каданс, она ждет его концертов. Сегодняшние зрители, в основном ровесники юных артистов, замереп ловили каждый звук, а аудитория помладше, не упустив возможность проявить себя, танцевала прямо у сцены. Марьяна Котова, Абаза ТВ.